Азиатский и европейский фондовый рынок начали неделю с интенсивного восстановления, доходность 10-летних казначейских облигаций США отступила от рекордного минимума, а сегодня затем вновь возобновилось снижение. Сейчас главным фактором оптимизма, рыночной уверенности некоторые стали ожидания скоординированного ответа мировых центральных банков, как это произошло в 2008 году. ФРС, как ожидается, снизит ставку сразу на 0,5%, то есть на 50 базовых пунктов. Есть также ожидание, что ФРС не будет ждать заседания, которые намечены на 18 марта, и снизит ставку раньше, что даст, будем так говорить, бонус в виде положительного шока в ожидании, что сейчас необходимо. Это, в свою очередь, позволит фондовому рынку восстанавливаться быстрее и беспокоиться о своем богосостоянии. У домохозяйств, например, о дешевеющем портфеле акций, в котором у многих домохозяйств США, будем так говорить, хранятся сбережения. Эти ожидания, эти беспокойства о своих сбережениях не успеют переломить позитивный тренд потребления домохозяйств в США, что, по идее, ФРС сейчас должен преследовать. Шансы на сокращение ставки на 50 базовых пунктов, согласно фьючерсному рынку, уросли с 77% до 100% в понедельник, что говорит о том, что процентная ставка будет снижена почти, наверное. Вопрос только в том, когда это произойдет и примут ли участие в этом другие центральные банки. Наиболее вероятным сценарием является сигнал ГОФС Джереми Павлова на этой неделе, что ФРС будет готова снизить ставку на заседании 18 марта. Более агрессивной мерой станет сокращение ставки в экстренном порядке, игнорируя возможную критику о паническом реагировании. Ну и самым мощным ответом, который позволит фондовым рынкам очень быстро скорректироваться, сократить снижение, которое произошло на прошлой неделе, это будет скоординированное действие мировых ЦБ. Однако, согласно процентным ставкам на денежном рынке еврозоны, ЕЦБ воздержится, скорее всего, от снижения ставки на заседание 12 марта и припасет, будем так говорить, порох для решения, для сокращения стоимости заимствования в апреле. Соответственно, сейчас образуется перекос в смягчении в пользу более агрессивного ФРС. ФРС, будем так говорить, берет на себя основную роль в команде спасателей мировых фондовых рынков. ФРС, берет на себя основной удар, выражая готовность действовать наиболее агрессивно из всех, что как бы сейчас объясняет слабый доллар. Как и предполагалось, на прошлой неделе мы в пятницу обсуждали именно такой вариант, что ФРС четко обозначил свою готовность снижать процентные ставки, причем снижать в достаточно большой амплитуде. Соответственно, евро сегодня подорожал на 0,5% против доллара, ушел выше уровня 1,11%. Уже рост евро приближается в относительном выражении к почти 1%. Тем не менее, в среднесрочной перспективе, если обратить внимание на то, что пара движется в трендовом коридоре, и трендовый коридор этот нисходящий, скорее всего, этот коридор сохранится, так как его формирование обусловивается некоторыми фундаментальными причинами, фундаментальной слабостью экономики еврозоны по отношению, например, к экономике США, в том числе за счет более неактивного, более слабого потребления, более меньшего потенциала потребления, компонента потребления в экономике еврозоны. Уязвимость экономики еврозоны к замедлению торговли с Китаем, и эта уязвимость более высока, чем, например, уязвимость экономики США в торговле с Китаем. Можно отметить также уязвимость в глобальной цепочке поставок и общего снижения спроса на автомобили. Это одна из ключевых статей экспорта Германии. Соответственно, сейчас пара евродового приближается к верхней границе данного канала, и если мы допускаем, если мы вводим предпосылку о том, что этот канал сохранится, а он, скорее всего, сохранится, потому что для этого есть все фундаментальные предпосылки, которые я описал, то более вероятно, что прорыв данного коридора, скорее всего, будет неустойчив, и это может стать хорошей перспективой, хорошей возможностью, чтобы зашортить пара. Кроме того, из фундаментальных данных, которые обуславливают сохранение данного нисходящего коридора, можно привести китайские данные, последние данные по китайской экономике. В субботу они указали на резкое замедление производственной активности, и это стало хуже, это было хуже, чем предполагал рынок. Индекс производственной активности упал до 35 пунктов, при этом прогноз был в 45 пунктов. В непроизводственном секторе индекс активности снизился до 290,6, при ожиданиях в 50 пунктов. Напомню, что 50 пунктов у нас является разделительной чертой между зоной экспансии, то есть расширением экономической активности, расширением активности в данном секторе, и зоной сокращения активности, которая, соответственно, находится ниже 50 пунктов. И резкое сокращение активности как в производственном, так и в непроизводственном секторе Китая, что значительно не оправдало ожидания, говорит о том, что постепенно эта слабость будет появляться, будет проникать в экономику еврозоны, что еще раз говорит о том, что данный нисходящий канал, более вероятно, что он сохранится, поэтому продажи евро-доллара после возможного вероятного пробоя канала, они являются сейчас приоритетными. На сегодняшний день на сегодняшний день. Спасибо за ваше внимание. Увидимся в среду. Спасибо.